Доброе утро, вернее уже обед. У меня сегодня с треском провалился очередной план по подъему пораньше. Сейчас будет йога, затем презентую вам новый проект. Ссылку на занятия по йоге оставила. Девчонки, вот у вас такая же тема. Ушли сейчас на карантин, кто-то из вас стал больше готовить, и сейчас мы сырнички давно не ели, говядинку вкусненькую давно не ели. Я говядинку купил, соответственно. Мои дорогие женщины, наконец-то, прямо сейчас происходит запуск марафона восстановления после родов. Это домашние онлайн-тренировки, на сайте занимает всего 25 минут. Сейчас акция, как всегда, по старинке 990 рублей, вечный. Восстановление после родов, это такое обобщенное название, потому что не обязательно родить, чтобы заниматься по этому курсу. Если вам не хочется интенсивных тренировок, если есть проблемы со спиной, с коленями, с венами, вы не можете прыгать, вы не можете много приседать, этот курс подойдет вам. Это щадящая нагрузка. Также, моя мама его уже тестирует, покупайте своим мамулечкам, которым не подойдут вот эти вот молодежные попрыгушки. После оплаты вам на почту приходит логин, пароль и вот такой открывается у вас кабинет. Здесь есть полезные статьи, также есть приветственное видео и, конечно же, расписание тренировок. Все очень удобно распределено, заходите, получаете комментарии. Также видео, вот, все таймеры вмонтированы, названия тренировки. Не знаю, сейчас успеет загрузиться, но очень классно получается. Вот так, в общем, выглядит. Ну, а для тех, кому щадящий курс не нужен, хочется интенсива, у меня отдельный сюрприз. Все остальные курсы тоже по 990 рублей. Просто по ссылке переходите, там кнопочки, можно переходить на лендинг, читать подробную информацию. Я жду вас в команде Байса. Сейчас мы с вами сделаем пасту в томатно-сливочном соусе с индейкой. Ну, я главная кухарка, так что поехали. Индейку, значит, нарезала. И обжариваю ее до... У-у-у-у, перегрела эту. Обжариваю ее до золотистой корочки. Затем мы ее... Так, индейку выкладываем. Здесь у нас уже все нарезано. Сначала начнем с лука, затем добавим помидорки. Я люблю, когда куски прям крупные, в овощном соусе должно быть как можно больше овощей. Готовились. Сейчас будет вонять ручком. Я не очень люблю лук. Я, если честно, больше по... Что-то я перестаралась. По тесноку, но раз в лицо погружаем помидорки. И будем их тихонечко тушить. Я добавлю туда немного вот таких томатов в собственном соку. Чеснок тоже добавим. Но уже скорее за 5 минут до готовности, после того, как добавим индейку. Сливки вообще в последнюю очередь. Сейчас уже это все очень аппетитно выглядит. Приятно бурлит. И мы погружаем туда нашу индейку, которая теперь должна томиться именно в соусе под крышкой. Все недавно я для себя сделала одно открытие. Я была убеждена, что я очень плохо готовлю, потому что лично мне никогда не вкусно. Я поняла, в чем причина. Я никогда не пробовала во время готовки то, что получается. Пахнет вкусно, значит все норма. Добавила чесночок. Ну-ка, понюхай. Уже поставила воду. Будут вот такие макарохи. Закручивать, чтобы туда забился соус. Да прости от меня все женщины, которые тренируются. Это сахар. Мама когда-то купила чуть-чуть есть. Вот буквально столько достаточно. Вот пакетик. Я даже больше частью не высыпала. Лучше потом потреню хорошенько. Теперь сливки я добавлю буквально немножко. Потому что мне в основном этот соус нравится за то, что он томатный. А не за то, что он сливочный. Но это тоже придаст свою нотку. Спасибо, что побыли со мной во время готовки. Пока я снимала все эти видео, прошел час. Я опоздала на испанский. Но зато сейчас будет вкусно. Да? Да? Ты так сосредоточен. Ребят, мы просто капец злые. У нас сегодня весь день не работала Яндекс.Еда у МитМита. Саш. Он еще и Таргет, блин, запустил. И мы не понимали, а что-то заказов нет. Они просто, блин, вырубили. А кто-то еще рассуждает, что, мол, сейчас... Как ты считаешь, поднимутся сейчас рестораны на доставке еды? Твое мнение? Вообще нет. А кто-то считает, что это спасет вас.